Теперь насчет посадки. Груша раз одна. Знаете, очень сложно. Вот если здесь сухо, да, вот я чайка идет, кто-то где-то боджер прошел. Знаете, здесь будет сухо, согласны? Итак, местность не совсем ровная, для груш больше подходит. А если еще южный склон, как определяется южный склон? Вот человек, вот эта тень. Допустим, сейчас утро, и кто-то его сфотографировал. Вот так лучи падают, скользят к обеду, получи переместятся туда, и как раз получится южный склон. Или западный, тоже неплохо. И наоборот, если сейчас обед, обед, и лучи, а солнце там же, правильно? Я же ничего не напутал. Допустим, это обеденное время, полное. Тут чистка взят, значит, этот участок, как бы, образно, на 300 километров, переселился на север. А у нас и так Россия холодная. Поэтому, грушам тоже бы не мешал склон. Тем более, шансов, что дойдет. Они же боятся близких грунтовых вод, даже как абрикосы, к вашему сведению. Вот еще одно такое, вот, как сказать, пожелание. Ищите и обрязывайте. Самое страшное, когда человек говорит, у меня 50 метров, 50 сантиметров до воды, и что я должен делать? Вот. Я и то не теряю себя грузовик. То есть, этот самосвал с хорошей землей, не с черноземом. Вот. И представляете, как можно поднять пологий склон, но на метр поднять можно. Уже, уже кое-что. На метр подняли, уже посадите яблоньки, посадите скольюхо-отводка, естественно, вариант. Яблонь, скольюхо-отводка, посадите сливы, посадите вишни. Посадите волочные вишни. Вот. Могут выдержать сливы, могут выдержать терн. Вот. Пожалуйста, делайте. Но придется, раз уж купили участок, не глядя, где вода, потом поднимайте, поднимайте, поднимайте. Продолжение следует...